Продолжение следует... И выполняется он препроцессором компилятора. Состоит этот, собственно, процесс, препроцесс, или по-русски говоря, предобработка, хотя в среде программистов устоялось не совсем русское слово, препроцессинг, здесь инговое окончание, явно не русское слово, но именно оно чаще всего используется. Так вот, смысл этого процесса в том, чтобы удалить комментарии, раз, второе, выполнить текстовые замены, то есть есть некие макросы, вот этот кусок надо заменить на вот этот, и оказывается, что это удобно. Ну и есть еще всякие включения текста, то есть мы этот текст либо включаем, либо не включаем, ну, например, условное, да, при некоторых обстоятельствах какой-то кусок исходного текста не должен попадать, собственно, на обработку. Он не должен включаться в итоговый, в результате получающийся, исполняемый файл. Вот, это тоже выполняется препроцессором, да, понятно, условная компиляция. И еще важный момент – это подключение библиотек. Оно в языке C устроено так, что требуется прямо явным образом включить кусок текста в ваш файл. Мы это с вами увидим. Второй этап компиляции – это, собственно, compilation или компиляция. Я использую еще одно слово – translation, то есть непосредственно перевод с языка высокого уровня на язык машинных кодов. Это происходит именно вот в этот момент. После этой обработки появляется объектный файл. Кстати говоря, вот здесь вот, хотя я нарисовал файл, да, на самом деле никакого файла нету. Да, файл обычно не создается. Мы можем его создать, можем увидеть результат при процессинге, да. Но вот этот вот результат, он всегда есть и валяется там же рядышком в папочке вашего проекта обычно. И многие начинающие программисты не понимают, откуда он берется, зачем он вообще нужен. Вот этот файл .o. Это объектный файл. Он уже на языке низкого уровня, на языке машинных кодов. Уже не человека читаем. Но, но, все-таки в нем еще остается некоторая сильная символьная информация. Ну, в частности, название функций. Название функций, main, например, да, или какая-то еще информация там может сохраняться. А вот дальше происходит процесс linking, линковка или сборка. Почему этот процесс важен? Потому что исходный текст, он обычно не один. Как минимум, вам нужна какая-нибудь стандартная библиотека. И с этой библиотекой вам надо связаться. Вам нужно ее прикомпоновать. Вот есть русское слово. Это компоновка. Компоновка. Есть еще одно русское слово сборка. Оно тоже понятное и логичное. Сборка из нескольких единиц трансляции. То есть у нас есть несколько объектных файлов, из которых мы, ну не мы, а компилятор, точнее даже на самом деле часть компилятора, которая называется линковщик или компоновщик. Так вот, именно он раз и собирает исполняемый файл. Но чаще всего в среде программистов этот процесс называется, в соответствии с английским термином, линкинг, линковка. Хотя слово не русское. Давайте посмотрим, как эти процессы выполняются компилятором GCC. Ну, совсем кратко про компилятор. Компилятор GCC это один из, наверное, самых популярных компиляторов в мире. Не единственный, но он является основным для операционных систем, Unix-подобных, большинства, линукса и многих других. Итак, давайте с вами включимся и посмотрим на наш Hello World. То есть напоминаемый. Сейчас я открою отдельное окошко Build Log. Дело в том, что мы смотрели пока что Build Messages, и тут смотрели просто ошибки появляющиеся. Build Log это, ну, лог, это как бы история маленькая, да? Лог сборки. Что, собственно, происходило? И мы можем увидеть, что здесь происходило при сборке две вещи. Да, раз и два. Кстати, мы можем увидеть ту самую опцию Warnings All, Wall, да? Читается как стена практически, да? Ну, Warnings All, все ворнинги, да? Которая была, да? И видим какие-то опции компиляции. Минус С, минус О. Видим запуск, собственно, компилятора. Запуск какого-то другого еще, да? Ну, под Windows у меня стоит MinGV. Ну, и, собственно, указание. Вот исходный файл, да? Вот мы видим, появляется здесь объектный файл. Давайте сделаем вот что. Давайте запустим все эти процессы вручную. Единственное, что я буду пользоваться сокращенным названием компилятора, и я не буду звать G++, я буду все время сейчас звать GCCExe. Итак, для этого мне понадобится интерпретатор командной строки. Я его вызову просто Windows R, CMD, и вот у меня уже интерпретатор командной строки. Да, я могу перейти в свою папочку проекта. Да, вот у меня здесь лежит файлик helloworld.c. Что? Что мне нужно сделать для того, чтобы его скомпилировать? Во-первых, мне нужно доступиться к компилятору. Если вы наберете GCCExe или даже полное наименование MinGV32GCC, это вам не поможет, потому что вы не дотянетесь до компилятора. Он лежит где-то там, и командная строка про него не знает. Надо сказать, что в Linux в этом смысле обычно пути в командной строке настроены так, что она знает, где лежит компилятор. Поэтому, чтобы туда дотянуться, нам надо в первую очередь найти наш компилятор. Я это сделаю следующим образом. Я открою компилятор CodeBlocks, посмотрю в его свойства, где он, собственно, находится. Открываю локацию файла. Нахожу его. Вижу компилятор рядышком MinGV, которым пользуется CodeBlocks. В нем лежит папочка BIN. И в этой папочке BIN у меня находится компилятор MinGV, которым пользуются вот эти два файлика. Я буду пользоваться через вот этот интерфейс, вот такой вот оберточка, GCC.exe. Вот именно через нее, через этот исполнимый файл я сейчас буду осуществлять компиляцию. Но путь я возьму вот отсюда. Я беру путь к этому компилятору, потому что мне нужно сейчас будет виндовую командную строчку настроить, чтобы она переварила запуск компиляции вручную с командной строки. Обычно вам этого делать не придется. Делаю я это сейчас только для того, чтобы вот эти вот этапы обработки и их результаты вы увидели глазами воочию. Давайте запустим и посмотрим. Первое. Мне нужно путь настроить. Для этого я сделаю setPath. Это переменное окружение, так называемое, которое как раз определяет, где ищутся файлы. Можете сильно не вдаваться, но я показываю эти вещи, чтобы вы смогли это сделать своими руками. Я прописываю, соответственно, старый путь, чтобы старые пути не пропали. Точка с запятой. И вставляю сюда ровно тот путь к компилятору, который я видел. Вот я его вставляю. После этого у меня компилятор в командной строке Windows заработает. Видите, он теперь выдает совершенно другую диагностику мне. Пишет fatal error, no input files. Это уже не великая проблема. Нет input files, это значит, что можно, собственно, уже файлик совать. Понятное дело, что если я сейчас запущу сразу, просто вот напишу hello world.c, то он мне осуществит сразу все этапы компиляции, а я этого как раз и не хочу. Я хочу выполнить их вручную, пошагово. Для этого я могу, во-первых, использовать, прошу прощения, дополнительную опцию к этому компилятору. Скажу ему, ты, пожалуйста, остановись после препроцессинга. То есть мы сейчас заставим его, хотя обычно он этого не делает, мы заставим его сгенерировать вот этот. Правда, он, знаете, он не сделает это файлом, он вывалит результат прямо на экран. А мы это то, что он вывалит на экран, перенаправим в файл, который положим рядышком. Hello preprocessed, то есть который препроцессирован. Итак, я делаю перенаправление в файл Hello preprocessed. Он, естественно, остается еще на языке высокого уровня, и сейчас вы в этом убедитесь. Итак, давайте посмотрим на результат. Во-первых, появился файл Hello preprocessed. Во-вторых, мы можем его открыть и посмотреть на его содержимое. Давайте я рядышком в том же самом блокнотике, чтобы выглядело точно так же, открою файл Hello world, и вы увидите, что Hello world маленький, вот он, да. А припроцессированный, вот он, видите. Видите, здесь довольно много комментариев, причем комментарии оформлены совсем не так, как мы привыкли. Видите, да, то есть решетка в начале, оказывается, это, на самом деле, комментарий для компилятора, потому что компилятор C, ну или, скажем так, транслятор, да, то есть та часть компилятора, которая занимается трансляцией с языка C на машинные коды, она вот такие строки просто игнорирует, начинающиеся с решетки. Так вот, и мы видим, что тут появилось много каких-то строк, файл вырос, в нем какие-то совершенно незнакомые нам заголовки, функции, какие-то определения типов, там были вот type def, в общем, ну type def, type definition, в общем, что-то мы можем такое посмотреть, но что это вообще такое? Inline, в мусорках, мы не писали этого всего, откуда все это взялось? Ответ, это произошел include, если вернуться вот сюда, то это все, это как раз тот самый файл stdio.h, который тупо подставлен сюда текстовой вставкой, то есть его так и внедрили вот в это место, удалив вот эту строчку, а вместо нее вставка, 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 а наш, собственно, hello world, вот он, пожалуйста, вот он, видите? Более того, здесь есть пояснение, а какой, собственно, номер строки-то? То есть на самом деле вот это находится в третьей строке, ну просто потому, что после вставки, конечно, номера строк уже вообще никакие, и если бы не поправки при процессоре, не вот эти комментарии при процессоре, то компилятор не смог бы нам указывать строчку, в которой произошла ошибка, потому что все строки бы просто поползли. Вот вы видите результат работы препроцессора. Так, хватит любоваться. Сейчас вы еще обрадуетесь тому, что увидели. Это сейчас вам кажется, что ой-ой-ой. А теперь давайте мы с вами осуществим следующий этап. Теперь мы берем вот этот вот уже препроцессированный файл, и осуществим с ним, но только один этап, это будет трансляция, минус c. Минус c, как раз вот здесь можно увидеть, вот он, минус c, это тот этап, когда у нас создается объектный файл. Но вот эту опцию на самом деле указывать не настолько обязательно, если только не в той директории мы находимся, не в той папке. А я нахожусь в той самой папке, поэтому я не буду указывать, какой будет выходящий output файл. Минус c, значит output. Пропускаем это дело. Короче говоря, берем, пропускаем его через трансляцию, и у меня на выходе появился файл hello.preprocess.o. Естественно, что он создал объектный ровно с тем же именем, как был этот сишник. Обратите внимание, я ему дал именно тот, который мы вручную после препроцессинга посмотрели. Вот он и отправился на компиляцию, на трансляцию. То есть часть компиляции, которая называется трансляция, ну или собственно компиляция. Далее. Нам нужно сделать сборку этого файла, но мне не обязательно указывать объектный файл стандартной библиотеки. Компилятор сам знает, вот компилятор GCC сам знает, где валяется объектный файл stdio. Он в Windows, конечно, не называется .o, наверное, он будет называться там как-нибудь dll или там, ну в общем, не суть важна. Важно то, что он сам соберет с ним, сам его разыщет, поэтому мне достаточно указать только мой один единственный объектный файл, и все. Но что важно, я сейчас, если запущу этот процесс, вот так вот просто, то я увижу результат, который будет называться a.exe. Я не буду вдаваться в историю этого вопроса, почему компилятор генерирует файл, который называется a.exe, в Linux это называется файл a.out, это совсем неинтересно. А вот имеет смысл, интересно было бы назвать его как-то разумно. И вот для этого как раз мне понадобится опция минус o, hello.exe. Ну пускай файл в результате называется hello.exe. Вот теперь, да, у меня получился файл hello.exe. Ну естественно, что этот a.exe это то же самое. Давайте удалить в нем. Как там удаляется? О, правильно удалил. Ну что ж, мы получили в итоге исполняемый файл. Давайте сейчас сделаем две вещи, которые одновременно. Посмотрим на содержимое объектного файла и на содержимое исполняемого файла. Я предлагаю сделать это при помощи утилиты type. Он просто штампанет сейчас на командную строчку содержимое этого файла. Hello.preprocessed.o и hello.exe. Вот эти два результата, давайте на них посмотрим. Он еще пикнул у меня слегка компьютер, это не слышно. Тем не менее, можно посмотреть на то, что эти файлы неудобо читаемы. Прям вот неудобо читаемы. Давайте попробуем посмотреть на них в блокноте. Ну, то есть, понятно, что там много разных символов, которые, собственно, символами не являются. Это бинарная информация, двоичные коды. Для того, чтобы открывать такие файлы, было бы лучше использовать hex editor, 16-ричный редактор, который открывает и прям 16-ричными цифрами показывает эти байты. Давайте все равно заставим блокнот открыть эти файлы. Для начала объектный файл. Итак, что мы можем увидеть? Кроме того, что большая часть тут не читаема, кроме того, что большая часть тут не читаема, кое-что мы все-таки тут можем прочитать. Вот, например, видно о.текст какой-то, о.дата, так, что еще, bss какой-то, это что-то, r, в общем, тут есть слова. Мы даже видим hello world вот здесь вот, а еще видно, что тут написано gcc, компилятор, которым его пользовались, версия какая-то написана, 5.1.0, в общем, тут есть, что почитать. Даже видно слово main, которое, скорее всего, связано с главной функцией main, которая у нас единственная и есть. Правда, printf тут не видно, зато есть некий puts, puts string, на самом деле, и написано, из какого файла все это дело родилось. Да? Из C-шника hello.preprost.c. А теперь давайте откроем экзешник. простите. Hello.exe. О, смотрите. Смотрите на этот файл. Какой файл огромный. Дело в том, что до линковки там еще содержался только наш объектный код. Тот, который мы написали руками, поэтому он был маленький. А здесь, посмотрите, как много. Это уже все пристыковано из-за того самого невидимого, но тем не менее поучаствовавшего объектного файла, который в стандартной библиотеке пришел. Большая часть, естественно, притекает оттуда. Здесь тоже, конечно, есть, что почитать. На самом деле, вот эта вот большая часть, это отладочное, то, что читаемое, это в основном отладочная информация для дебаггера, если мы захотим запустить процесс отладки. А так, здесь, конечно, большая часть информации содержится в невидимых символах. То есть, это машинный код, который будет выполняться. Вот это вот все. Это все на самом деле невозможно интерпретировать как символ. Это исключительно машинные коды. Я говорю, невозможно их разобраться. Если хотя бы один вот этот символ заменить, не знаю, D на B, после этого этот экзешник перестанет нормально выполняться. То есть, непредсказуемое совершенно поведение. В общем, никто, конечно же, так исполняемые файлы не редактирует. Нужно что? Изменить исходный код и осуществить перекомпиляцию. Понятно? Поэтому компилятор и является тем самым ни в коем случае non-save в экзешник вот так вот изменения не вносятся. Давайте дополним до конца этот процесс. Запустим этот HelloExe именно так, как это предполагалось когда-то, когда компьютеры были большими. В смысле, мейнфреймами. То есть, в текстовой консоли не было графических окон, графических интерфейсов. Вот именно так программки запускались. Вот программку запустили, она нам выдала результат. Если мы хотим ей сообщить параметры, правда, сейчас мы их там никак не обрабатываем, то, пожалуйста, вот ей можно что-то туда сунуть. HelloWorld их игнорирует. На этом мы с вами разобрались в этапах компиляции и это перестало быть для вас такой большой тайной. Переходите к следующему видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!